всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня девочки вместе с вами я хочу распаковать посылочку сайта духи и рф я хочу сразу вам сказать что я не сотрудничаю с этой компанией я все заказала на свои денежки и раньше я тоже заказывала с этого сайта просто бы ценные не всегда ниже чем по скидкам в том же риф гоши или в том же летуале то есть некоторые позиции реально в риф гоши или в летуаль можно купить значительно выгоднее чем на сайте духе рф но на сайте духе рф можно купить какие-то ароматы которые не представлены в том же риф гоши летуаль или ильдоботе именно кстати с этого сайта я впервые попробовала ароматы от бритни спирс они мне очень нравятся да они какие-то там незамысловатые так далее но они очень приятненькие такие домашние и они мне очень нравится но в этот раз я не заказала я заказала кое-что другое у нас сейчас уже темнота на дворе курьер по ко мне приехал в 7 часов вечера хотя должен был в 3 вообще мне три дня курьер пытался ко мне приехать три дня я его ждала три дня он мне звонил каждое утро и говорил что он сегодня не сможет ко мне приехать доставкой тоже достаточно долго у меня получилось дней 10 но я заказала на январских праздниках все это дело и поэтому конечно же у меня вот так вот под задержалась все оплатила я весь свой заказ на месте и доставка мне было бесплатно там от суммы заказа плюс у меня должно быть два пробников подарок который можно было выбрать там едва я купила потому что очень хотела ну скажем так поносить эти ароматы и попробовать я вот распаковываю попутно и попробовать скажем так на себе два аромата и здесь у меня кстати тоже два аромата один бюджетный второй не очень почему я заказала с этого сайта потому что аромат который я запланировала купить себе декабре оказывается больше не продают не в риф гоши не в литуале не в льда ботен девушка в риф гоши мне сказала что его сняли с производства но на духе рф он есть поэтому не знаю сняли его с производства или нет и так здесь у нас коробочки накладная идет и вот так вот замечательно все упаковано сверху я так понимаю лежат пробник и пробник запакован у нас вот таким образом давайте начнем наверное с ароматом ради которого я сделала заказ вот так вот он запакован еще есть пакетик этот аромат я заказала в виде тестера я вам сейчас покажу что такое означает тестер мы распаковываем и тестер заключается в этом случае то есть когда вы видите пометку тестер эти ароматы значительно дешевле нежели вот полноценная версия тестер это обычно во первых большой объем во вторых приходят вот в таких коробках могут прийти в оригинальной коробке и могут прийти без крышки то есть неизвестно как это будет выглядеть все дело но и давайте теперь про аромат который ради которого я сделал этот заказ который как бы уже снят с производства я не знаю на самом деле правда это или нет вообще коробочка должна выглядеть вот таким вот образом это у нас ароматы кинзо жуда мор жуда мор эликсир наверно так правильно произносится я сразу хочу сказать что я не являюсь парфюмом маньяком я не являюсь девушку которую супер произношение по английскому языку если я что-то называю неправильно то обязательно напишите в комментарии поправьте меня но я в некоторых случаях не знаю как произносится правильно вот так вот называется аромат эти в данном случае у меня с крышечкой идет я как-то заказывал один аромат он действительно пришел ко мне без крышки вот такая красивая бутылочка у нас этот аромат однажды у меня был в таких вот таких вот штучках у меня их было на самом деле очень много и мне безумно понравился этот аромат хотя ароматы от кинзо я не очень сильно люблю мне обычно все время при гоше в основном дают почему-то именно ароматы от кинзо вот в таких вот в таких вот штучках и сколько я их не пробовала мне не очень нравится даже тестируя какие-то новые ароматы от кинзо мне они ну вот не заходят не мое наверное кроме вот этого аромата это единственный аромат который мне настолько сильно понравился вообще про него говорят что это вечерний аромат это я понимаю флангер правильно называется относится аромат группе цветочно-восточных верхние ноты апельсин ежевика мандарин ноты сердца жасмин тубероза базовые ноты ваниль карамель пачули ром сандал давайте я его нанесу на крышечку потому что у меня тут этих бумажек блоттеров надо было подготовиться вообще откуда вот беру да я просмотрела некоторых парфюмерные видео и там у них вот эти девочек эти блоттеры я думаю наверно при гоше доложили да может меня тоже так сделать он это очень вкусный аромат это ежевика ром но вы знаете именно такой алкогольные нотки я здесь не чувствую вообще это ежевика это какая-то карамель это сладко и нотка рома есть хотя я понимаю почему названа вечерним потому что он такой обволакивающий такой он очень стойкий он держится целый день просто я говорю тестировала да вот таких бумажках я специально оставила и тестировала ходила в магазине пока он был в наличии он действительно держится целый день до вечера и он такой окутывающий обволакивающий если не использовать его в качестве вечернего аромата то это аромат такой именно на зимнюю на холодную погоду такой как у нас сейчас минус 18 за окном сегодня у нас так что ужас да она это очень вкусно ром но вы знаете чем-то напоминает вот такие конфеты знаете вишня вишня в роме или в коньяке да вот такие в шоколаде только это конфеты карамель внутри ежевика и ром вот но нет вот именно знаете такой именно алкогольные нотки это просто что-то какой-то не за даже ликер может быть но очень вкусный ароматом кстати очень нравится моему мужу тоже когда я наносила все время говорил как тебя вкусно пахнет он такой прям ну прям тягучий такой я спирта вот именно спиртовой такой от ушки нет но очень вкусный аромат вообще он обалденный для меня и я прям очень жалею что он снял с производства там на тот момент когда я заказывала был тестер был полноценный объем 30 миллилитров и было тливант там нужно до заказать отливанты они конечно не дешевые получаются эти тливанты но вот такая вот история есть у меня это 50 миллилитров именно тестер то есть вот такой коробочке он приходит на самом деле когда ароматы приходят с крышкой но вот такой коробочке мне все равно я обычно ароматы не храню в коробках потому что я храню в гардеробной там у меня нет окна нет прямых солнечных лучей они замечательно хранятся просто на полке без попадания прямых солнечных лучей то есть он абсолютно такой же получается только только всего лишь вот такая коробка но зачем перепалачивать за коробку когда можно купить вот такой тестер аромат не очень нравится я конечно всем советую прежде чем покупать ароматы обязательно их тестировать но это реально вот такая карамель а внутри ром с ежевикой вот очень вкусно безумно вкусно безумно приятный аромат обволакивающий но он такой для меня именно зимний аромат и это для меня не вечерний аромат это для меня именно зимний аромат который я буду использовать сейчас когда очень холодно на улице просто он балдеж давайте следующий аромат откроем с вами вот эти ароматы я не ни разу не пробовала ни разу не тестировала я не знаю где их можно потестировать я заказала вслепую просто ковыряясь где-то на сайтах отзывы про какие-то другие ароматы случайно наткнулась на аромат от дженнифер лопес бай джей ло это туалетная водичка на glow я так понимаю называется очень много положительных отзывов на ароматы от джей ло я практически даже негативных не встречала поэтому мне стало безумно интересно но вообще для меня вот такие подобные ароматы то же самое как от бритни спирс это наверное скорее больше такие некие сувениры хотя я джей ло я очень люблю мне нравится и творчество и вот это вот у меня кстати уже не тестер то есть как вы видите видите тестер в такой коробочке пришел в обла скидка и он обошелся мне в 1902 рубля была скидка сколько-то там 12 или 15 процентов что-то в этом духе а вот этот аромат виде тестером не обошелся в 4213 рублей очень люблю фильмы с джей ло смотрела и последний фильм стриптизерша да стриптизерша он по-моему так назывался вот он мне не очень понравилось конечно она украсила этот фильм но сама суть фильма мне вообще не очень понравилось и то что она в своем возрасте так танцует так крутится вертится это конечно просто супер на мой взгляд посмотрите какая красивая бутылочка такой странная крышка девочки крышка вот такая просто такая пимпочка я беру раз такое встречаю обычно знаете либо тестеры вот с такой штучкой приходят либо какие-то у которых есть заменяемая крышка до формате типа travel у которых тяжелая такая крышка вот у них приходит такая маленькая не до крышечка но сути потому что здесь идет надпись глоба и джей ло написано вот и аромат налит не до конца тоже очень интересно ну наверное такая бутылочка я так думаю но видите сколько аромата сушки может какой-то отливант у меня нет это не отливант это целая у меня версия группа ароматов цветочно-фруктовые верхние ноты ежевика слива черешня ноты сердца жасмин магнолия пион базовые ноты амбра мускус 100 миллилитров у меня давайте попробуем найти попробую нанесу его на нет ни на руку на крышечку нанесу вы знаете я не скажу что это супер какой-то аромат вот кинзо конечно намного лучше не знаю я его наверное сейчас им пользоваться не буду я его оставлю на более теплое время года вообще здесь должна быть черешня насколько я помню в пирамиде такой слегка такой сладенький аромат слегка свежий слегка какая-то пудровость есть она не долила до джей ло не долила девочки ужас какой ждем я ожидала что-то наверное более такое ягодно фруктовая чем мне пришло я не скажу что мне этот аромат не нравится но здесь какая то есть такая легкая пудровость единственно что сейчас холодно может быть он так раскрывается для меня сейчас потому что когда за окном очень холодно некоторые ароматы по-другому совершенно лично для меня звучат не на приятным насчет черешни не знаю вот черешню вишню я ничего такого не ощущаю он такой приятный надо поносить на самом деле девочки он такой приятный легенький такой ненавязчивый никакого шлейфа точно нет я думаю что он будет достаточно нестойкий потому что на крышечке мне нужно близко прямо и и подносить чтобы такой немножко пудровый такой сладковатый какой-то аромат в общем такой какой-то компотик вот ну что-то наверное серия знаете бритни спирс там кристина агилера они все очень вкусные но они имеют все примерно одинаковые какие-то нотки они как-то поодинакового звучат по одинаковым как-то играют и мне кажется что они как-то вот в одном месте их наверное изготовляет просто это это линия для джейл а это для кристины агилерой для бритни спирс наверно как-то так происходит но у бритни спирс у них поинтереснее аромат чем вот этот и мне удивило вот эта крышка на крышке сэкономили не дали джейло прям сэкономила такое он такой для совсем молоденьким девочки что ты серия бритни спирс что то вот туда же да но такой правда более пудровые мне кажется более то есть бритни спирс это совсем молоденькая девочка то вот это вот это вот уже наверно такая лет 30 девочка сути на по нашу но я оставлю его точно на весну и сейчас я им пользоваться не буду по нашу может быть потом весной разношу может мне понравится еще раз наверно про него как-нибудь скажу в каком-нибудь из своих влогов но сейчас никаких вот там черешни и вишни никаких ягод и общение чувства пудровой сладость такая в время немножко свеженький но такой непонятный в общем джейло понятно но аромата джейло это для меня в любом случае на самом деле больше такой некий сувенир и чем вот прямо что-то супер я не ожидала от него ничего особенного десна что хорошие отзывы там а там вот вишня черешня во всю игра я бы так не сказала девочки ну да такой пудрово сладковато свежий какой-то аромат вот что-то такое но такое что-то непонятное пока что пока пока что по крайней мере в общем этот аромат отставим и теперь я хочу вместе с вами попробовать пробнички которая у меня здесь есть и самое главное что я хотела попробовать это бесплатные которые как раз таки были пробники на самом деле я бы тоже заказала потому что этот аромат эти ароматы мне очень-очень сильно нравится могу произнести неправильно но скажу так как я читаю да это винсе кому-то итальянский какой-то дизайнер который выпустил в том числе ароматы у них очень красивые баночки вот из этой линейки и один вот как раз я решила попробовать и 2 вот это кстати линейка более бюджета она сейчас идет со скидкой вот с разными такими цветочками в магазине рифгош а вот это это более такая дорогая линейка давайте попробуем вот это относится группе цветочно-фруктовые ароматы верхние ноты сицилийские цитрусы ноты сердца фиалка персиковый цвет ноты базы и ваниль мускус я его нанесу себе на руку потому что я хочу очень вкусно боже они на самом деле вот все их там много их там ароматов 5 наверно вот с такими цветочками они все очень-очень вкусный он суждено это тоже аромат весны на самом деле такой свежий очень приятный я не знаю что то мне очень напоминает я вот очень вкусно девочки очень вкусно но это вот такое весеннее он такой немножко свежие свеже цветочный такой аромат никакой пудровости немножечко никакой кислинки никакого такого сладости нет вот прям нежные нежные какие-то цветочки вот мне по крайней мере так ароматы вот эти не дешевые вот эти вот стоить что-то что-то в районе 9000 за 100 миллилитров есть еще 30 миллилитров и по-моему 50 при гоше они сейчас со скидкой следующий это наверное так называется правильно вот так вот выглядит бутылочка вот эти бутылочки в риф гош по крайней мере тот который находится около меня не видела относятся группе цветочно-пряные верхние ноты амбра ваниль ветивер жасмин ирис мускус почули роза розовый перец цитрусовые средние ноты цветочные базовые ноты пряности совсем не кажется здесь какие-то то ли ладом то ли какие-то спец что-то тоже напоминает такое не могу сказать я кстати не могу обычно разложить какую-то парфюмерию на ноты мне для того чтобы это сделать там прямо явно должно слышаться какой-то один более теплый с какими-то специями что ли или чем-то таким тоже очень приятный аромат вот но я эти пробнички поношу наверное какой-то из них у меня точно будет хотелка и один аромат который я никак не могла увидеть его за статью вот скажем так в магазине риф гош потому что монсера продается именно в магазине риф гош и это муский гарден вот очень хотела его попробовать но как-то вот все у меня не получалось носится группе цветочно-фруктовые верхние ноты белый персик клюква цитрусы ноты сердца болгарская роза индийский жасмин ирис лист пачули базовые ноты амбра белый мускус ежевика малина несу вот сюда вообще монсера и манталь это тоже те ароматы вот монсеры еще больше мне нравятся ароматы манталь как-то вот они все время мне не заходят вот все время мимо даже вот вроде бы ноты которые обязательно должны мне понравиться вот как-то в мантале они мне не не заходят монсеры еще есть ароматы которые я бы тоже хотел он не сладкий он такой какой-то мускус наверное какой-то в нем есть на такой очень приятный какие-то наверное цветы еще что-то такое очень приятный но вообще монсеру нужно поносить на коже потому что я как-то наносила аромат на блотер мне очень понравился потом нанесла себе на кожу пошла погуляла и поняла что мне не нравится как раскрылся аромат на блотер и соответственно на коже они раскрываются все по разному но следующий аромат который сто процентов ближайшее время точно появится у меня в коллекции но я в этот раз все таки решила взять именно тестер и это аромат принцесс который да от киллиан он марка киллиан представлена в магазине рифгош и я тоже ходила несколько раз подходила к тестеру наносила на себя я поняла что это нереально классный аромат я хочу его вот но это наверное будет моя следующая покупка и в рифгош и кстати цена у него не так сильно отличается там разница что-то рублей 500 относится группе восточно-гурманский верхние ноты лимон ноты сердца жасмин зеленый чай имбирь персик яблоко дион базовые ноты бензоин ваниль маршмеллоу но это просто классный аромат это какой-то не знал он немножечко кислит какие-то немножечко специи такие это какой-то когда войне такая очень 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 приятный аромат он раскрывается в течение дня играет каким-то я выхожу на мороз он становится таким более каким-то специевым что ли я не знаю захожу домой становится таким больно ванильным он но это просто потрясающий аромат кто из вас еще не пробовал обязательно попробуйте если он у вас представлен в магазине рифгош это наверняка будет скоро моя новинка хотя для меня это аромат такой на зиму больше скоро весна хочется что-то цветочного вот из этой линии наверняка тоже я что-то у них есть еще желтым цветочком такой грушевый аромат тоже очень при очень приятные цветы и вот этот чисто такой цветочный аромат очень вкусно обязательно попробуйте вот эти ароматы девочки очень советую они правда не бюджетные но очень вкусно пахнут но конечно же аромат принцесс вот это это просто я когда его попробовала первый раз очень много не было наслышано об этом аромате вообще ароматах от марки killian но нигде я не могла найти что потестировать я все-таки хочу предварительно тестировать ароматы прежде чем покупать тем более не бюджетные ароматы да и то есть такие как вот например аромата джи ло он просто мне будет стоять на полочке и в качестве сувенира и греть мою душу то вот такие ароматы конечно хочется перед покупкой сейчас девочки походила где-то примерно часик с этими четырьмя ароматами на себе и что могу сказать вот этот аромат от монсера вообще нет не моё вот просто не моё не знаю может из-за того что сейчас очень холодно на улице но реально дает мне каким-то я не знаю каким-то наверно мускус вот так вот у меня сейчас раскрывается не знаю но вот это вообще не мои вообще напишите мне пожалуйста в комментариях какие ароматы от монсера вам нравится вот я с блоттера уже говорила тестирую мне нравится наношу на себя и нет вот куда там они на мне уходят не туда может быть я просто не те ароматы тестирую напишите пожалуйста мне мантали у меня как-то вообще не заходит а вот монсер еще более-менее и вот этот аромат тоже нет тоже нет он отдает мне почему-то табаком но не курящим человеком знаете а именно вот как табаком именно таким вот но как-то не хочется пахнуть табаком не знаю не знаю почему опять же может быть именно сейчас он так раскрывать вот это тоже нет то есть вот эти два для меня нет а вот эти два это но принцесс это вообще это точно у меня будет этот аромат скоро скоро он у меня будет и вот этот аромат это наверное аромат на лето зайдет наверно община ура такими вкусными но не сладковатыми такими свежими прям лепестками такой воздушный нежный нежнятина вообще жутко но не имеет шлейфа но на мой взгляд шлейфа нет но такой вот прям очень приятный я думаю что к лету он у меня тоже появится вот этот аромат очень вкусно но он прямо такой свеженький такой нежненький прям нежнятина нежнятина вообще вот эти два аромата очень классные очень мне нравятся а вот эти нет но про монсеру буду очень ждать ваших комментариев потому что не знаю столько восторженных отзывов а вот у меня все монсера как-то не заходят и мантали тоже не заходит вот не знаю почему как-то они нам не раскрываются не очень может быть что-то более ягодная мне посмотреть в общем буду очень ждать ваши комментарии так что вот такие вот у меня были новиночки парфюмерии я надеюсь вам понравилось такое видео я вам ссылки оставлю все на сайт духи и рф там вы можете посмотреть полное название полное описание три цены и так далее периодически там заказываю и покупкой я всегда сравниваю цены в литуале или в рифгош из духи и рф и там где выгоднее там я и приобретаю вот так что вот такой вот у меня был заказик я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч